Приветствую вас, друзья из Токио, с вами Сергей Куваев. Снова настало время поговорить о самых важных новостях, событиях, так или иначе связанных с Японией. Во второй части видео вас ждет бонус. Это моя встреча с Алиной Рин, известной стримершей, которая находится в Японии уже 10 или 12 раз. Мы с ней тоже обсудили много интересных, пикантных моментов касательно Японии, японской культуры. А мы начинаем с самых важных и громких новостей. Сегодня сделаю небольшое исключение. Я начну не с разбора политических событий, а с внутренних разборок внутрияпонских. Буквально неделю назад в раменной, ну в ресторан, где можно поесть лапшу рамен, был убит владелец этого ресторана. Причем убит достаточно экзотическим способом, ему прострелили. Казалось бы, какие проблемы могут быть у управляющего раменной с людьми, которые владеют огнестрельным оружием. Но буквально в течение дня выяснилось, что владелец этого рамена был непростой. Работяга, а член известной группировки Якуза Ямагучи Гуми, которая активно представлена как раз в регионы Кансай, куда и входит город Кобе. И причем человек этот занимал достаточно высокий ранг в иерархии, пользовался уважением. У него, в принципе, была даже своя собственная ячейка. Правда, по словам экспертов, в эту ячейку могло не входить никого, кроме него. Но ячейка, тем не менее, существовала. Не буду особо сильно выдаваться в подробности, как именно строится иерархия этих семей Якуза в Японии. В общем, если говорить простыми словами, есть несколько влиятельных именно кланов. И Ямагучи Гуми на сегодняшний день является самой именно многочисленной группировкой, многочисленным кланом. И внутри этих кланов есть, соответственно, мини-кланы, которые отвечают за какие-то определенные территории, например, или районы, или область, допустим, деятельности. Удивительная, конечно, история сейчас, потому что все реже и реже можно вообще услышать о каких-то подобных разборках. А тут такой громкий случай, еще и убийство в его собственном ресторане. Обывателей, простых японцев, конечно, больше всего удивило то, почему такой высокопоставленный именно член группировки Якузы занимается обычным раменом. Почему он готовит рамен в ресторане? То есть, как у людей это не соотносится в голове, им кажется, что Якузы должна заниматься какими-то совершенно другими делами. На самом деле, для Японии это обычное дело, когда у Якузы есть как легальный бизнес, так и нелегальный. И зачастую легальный бизнес может даже преобладать по объему приносимого дохода. Просто зачастую легальный бизнес вести проще, когда у тебя есть нелегальные рычаги влияния, например, на этот легальный бизнес. Ну, это уже как бы детали. И если брать конкретно этот случай, то у этого ресторана рамена был свой, или может быть есть сейчас даже, инстаграм-аккаунт. И непосредственно у самого убитого члена Якузы тоже был личный инстаграм-аккаунт, где он регулярно опубликовал фотографии как рамена, так и свои собственные, так и своих родственников, друзей, которые к нему приходили именно пообедать или и так далее. То есть, вел, в принципе, в социальной сети жизнь обычного мужчины среднестатистического. Немножко, конечно, было видно по его фотографиям, что он такой подканченный. И потом там люди еще говорили, занимался боевыми искусствами. И что, в принципе, у него там несколько, возможно, было этих раманных. Не постоянно там работал, а вот именно с этого года уволился предыдущий администратор. И вот он как-то заменял место администратора, пока искал замену. Я посмотрел несколько передач ПТВ, где эксперты пытались как-то объяснить, какая могла быть потенциальная причина, за что его могли убить. Потому что дело громкое, редкое для Японии. И вот один из экспертов высказал мнение, что его убили за долги. Соответственно, да, что он взял 30 миллионов йен на как раз реорганизацию или реорганизацию своей вот ячейки новые. И вот его за это, соответственно, и не отдал, соответственно, эти деньги. А Якуза, как мы знаем, не прощает долгов. Даже если ты, например, сбежишь, как вот есть сейчас такое известное явление Дюхасу. Меня постоянно сейчас спрашивают про это Дюхасу. Когда люди исчезают из общества. Вот был сегодня человек, а на завтра его уже нет. Зачем людям исчезать с такого прекрасного японского общества? В первую очередь считается, что из-за долгов. Но вот в случае с Якуза, даже если ты исчез, то твои долги автоматически перекладываются на твоих родственников, на твою жену, детей и так далее. То есть такая традиция существует негласная. Я, конечно, не могу гарантировать, что действительно это так. Никто этого точно не может, наверное, сказать. Поэтому считается, что даже если ты должен мафии деньги, то сбегать бессмысленно. То есть как-то тебя все равно каким-то образом достанут. Либо через родственников. Ну, то есть деньги с тебя вытянут. Как я сказал ранее, неизвестная точная причина и мотив этого преступления. Но вот выдвигаются примерно такие версии. Какими-то журналистами были опрошены его родственники или друзья, которые заявляли, что наоборот он хотел закончить со своей карьерой и выйти уже из группировки, стать катаги. По-японски это как раз человек, бывший член Якузы, который стал обычным человеком. Но, как говорят знающие люди, войти в Якузы, стать членом Якузы это сложно. А выйти из ее состава еще сложнее. Тебя могут просто исключить за какие-то провинности. Это называется хамон изгнания. Либо тебя могут, я не знаю, убить или посадить в тюрьму. Хотя, в принципе, если тебя садят в тюрьму, то ты не прекращаешь свое членство в группировке. А вот по собственной инициативе выйти, наверное, не так просто. Особенно, если вдруг ты располагаешь какими-то, может, секретами или долгами, материальными или, может быть, какими-то нематериальными долгами, кто знает. Есть версии, что именно за то, что он хотел выйти, его могли также и прессануть за это. Но мы не знаем точно. Такая громкая, яркая новость за последнюю неделю, которая мне больше всего запомнилась. Далее, значит, продолжение криминальной сводки. Полиция арестовала четырех девушек за хранение и употребление каннабиса в машине. Травку прятали в бензобаке, арестовали двух 20-летних и двух по 16 и 18 лет соответственно. Вот интересный момент, что имена разглашены только у 20-летних, потому что они совершеннолетние. А по японским законам имена несовершеннолетних правонарушителей разглашать запрещено. Но здесь, по-моему, есть исключение. Если преступник иностранец, вполне возможно, что его имя будет разглашено, даже если он несовершеннолетний. Но это не точно. Переходим постепенно к политическому вестнику. Вот в сфере российско-японских отношений ничего такого особо примечательного не происходило. Япония направила России протест в связи с недавним объявлением России нежелательной организацией TC Marine. Эта группа японцев, которые раньше проживали на Курильских островах, может быть их родственники, родственники тех, кто были захоронены на Курильских островах японцев, они имели возможность регулярно на эти острова ездить без визы в том числе для посещения этих могил и некого такого паломничества, видимо. И у них существовала организация, которая боролась за их права. Теперь в России деятельность этой группы названа нежелательной. Тем временем интересная новость тоже в японских источниках, я увидел неожиданная новость. 30 апреля исполнилось 10 лет с тех пор, как бывший премьер-министр Японии Синзо Абе во время своего официального визита в Россию в апреле 2013 года посадил саженец сакуры в японском ботаническом саду при Российской Академии наук в Москве. Саженцы выросли практически в два раза выше человеческого роста. Представляете, вот саженец-то вырос за 10 лет, а российско-японские отношения только деградировали. Со своей стороны, я, конечно, надеюсь, что отношения между Россией и Японией будут развиваться. Хотя особых надежд не питаю на ближайшие во всяком случае годы. Но кто знает, как, как говорится, как история повернется. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше новость. Японская отраслевая группа, продвигающая распространение аниме за рубежом. Да, действительно, есть такая группа. И одно время, кстати, аниме для Японии являлось самым главным локомотивом продвижения японской культуры за границу. И туда вкладывались государством огромные деньги. И вот эта группа заявляет о том, что только в 2022 году пиратские веб-сайты нанесли ущерб японским правообладателям на сумму примерно 16 миллиардов долларов. Представляете, да, вот продвигает, продвигает аниме за границу. А смотрят-то его в основном бесплатно. Предыдущее подобное исследование было произведено 4 года назад, в 2018 году. И увеличение ущерба оказалось пятикратным. Здесь еще уточняется, что аниме возглавляет список пиратского контента. То есть самый большой ущерб от пиратов именно в аниме-индустрии. Фильмы, наверное, сейчас и сериалы люди привыкли смотреть по подписке поплатной. Может быть, аниме не так обширно представлено сейчас еще на этих сервисах. Может быть, поэтому такие большие ущербы. Потому что, казалось бы, ну кто сейчас скачивает пиратский контент? Ну кому он, может быть, нужен? Зачем? Смысл какой? В последнее время снова Северная Корея запускала ракеты. Также был анонс запуска спутника. И в Японии где-то пару дней была такая новая активность в СМИ, что этот спутник, возможно, каким-то образом, может быть, упадет на территорию Японии. Или еще какой-то сможет принести ущерб. Поэтому анонсировали, что средства ПВО приведут в такую повышенную готовность. Министр обороны тоже Японии там сделал несколько заявлений. Совместно с Южной Кореей и Соединенными Штатами будет наращивать свой потенциал сдерживания. Северная Корея, ну и Китай, естественно, заодно. Бюджеты на оборону Японии обещают увеличивать. Все большее количество островов на Окинаве превращаются в некие такие военные базы. Больше там размещаются техники, людей. Тем временем количество желающих записаться в силы самообороны. Так называется, ну, как бы армия Японии, которой номинально нет. У Японии есть именно силы самообороны. Так вот, количество желающих записаться в силы самообороны снизилось на 30% за последние 10 лет. Люди опасаются быть отправленными в точки конфликтов. Вот представляете, вот какое опасение. Раньше такого не было. Также упавшие вертолеты в случае дедовщины отпугивают желающих. Вот да, вот я как раз говорил о том, что вертолет с высокопоставленными как раз людьми из сил самообороны Японии упал именно в Тихоокеанском регионе, вот недалеко от Тайваня. Также вот были случаи дедовщины, причем в отношении женщины. Военнослужащая подвергалась регулярным унижениям, домогательством, вот, и открыто начала об этом заявлять. И это, конечно, тоже был очень большой скандал. Сейчас на данный момент есть заявки от 70 тысяч желающих, соответственно, записаться в силы самообороны, в то время как раньше было примерно в среднем 110 тысяч. Принимают же в среднем в Японии в год новобранцев 13-15 тысяч. 110 тысяч желающих принимали всего лишь примерно 10%. Не каждый еще может попасть, записаться в силы самообороны. И в 2018 году даже увеличили призывный возраст до 32 лет. Раньше он был до 26 лет. Но все равно желающих становится все меньше. Всего на постоянной основе требуется около 240 тысяч. Но постоянный в последние годы недобор происходит. И в продолжении, значит, окружной суд Токио наконец-то вынес условные всего лишь приговоры трем бывшим руководителям компаний по продаже деловых костюмов. Аоки, насколько я помню, у них, в принципе, не только костюмы. Даже спортзал, на самом деле, в который я сейчас хожу, он тоже принадлежит этой корпорации, на удивление. Они были осуждены на условный срок за взятки. То есть, они давали взятки представителю оргкомитета олимпиады, прошедшей многострадальной олимпиады, в размере 28 миллионов иен или 210 тысяч долларов за, соответственно, рекламные контракты. Все мы им дали примерно от года до трех с отсрочкой приговора на два или три года. В общем, здесь не очень понятно, что это значит эта отсрочка. Через три года все-таки нужно ли, будет ему отсидеть или не нужно. Если он будет, может быть, хорошо себя вести в течение этих трех лет, будет иметь хорошие там отзывы, послуженный какой-то список добрых дел, может быть, его тогда не посадят. Это уже юридические такие формальности. Что касается японских бытовых каких-то вопросов, если вы едете в Японию как турист, может быть, вам будет это интересно. Цены в Японии на такси считаются одними из самых высоких в мире. Первый километр стоит 460 иен, по-моему, сейчас в Токио. Это, например, 300 рублей. Один километр первый. И, соответственно, дальше счетчик наращивается. То есть, хочешь 10 километров проехать, там, в пределах одного района, заплати 3-4 тысячи рублей. В связи с наплывом сейчас именно туристов, собираются увеличить еще сильнее эту цену в зависимости от пика нагрузок. То есть, чем больше, соответственно, людей будет, желающих поехать на такси, тем цена будет расти в час пик. Ну и наоборот, когда желающих будет мало, цена будет падать. Анонсировали повышение цены на GR Pass, проездной, который позволяет ездить на всех поездах-электричках в пределах Японии, в пределах, как правило, одной недели. Ну, там, может купить на две недели, на три недели и так далее. В общем, его цена возрастет практически на 80% начиная с сентября. GR Pass действительно был очень выгодным проездным. Там, покупаешь его за 400 баксов, вроде бы, можно ездить по всей Японии на любых скоростных поездах. При том, что, допустим, поездка из Токио до Осаки на скоростном поезде в одну сторону только будет стоить уже 100 баксов. Даже чуть больше, где-то так. Связано это с тем, что синкансены на популярных маршрутах бывают просто переполнены людьми. Ну, в Японии есть, в принципе, в зависимости от района и много других проездных, самых разных. То есть, не обязательно покупать проездной, который будет действовать по всей стране. Можно именно на один конкретный регион брать проездной по более выгодной цене и кататься таким образом. Кстати, ребята, не упускаю шанс еще раз порекламировать свои собственные услуги гида в Японии. Я сейчас тоже начал эту деятельность. Если вы приезжаете в Японию, собираетесь приезжать в Японию, и вам нужен гид, наставник, я могу вам показать город, могу с вами прогуляться, могу даже снять для вас какое-то памятное видео. Если вам это интересно, пишите мне на почту, либо в личные сообщения в том же запрещенном Инстаграме, либо в Телеграме, и мы договоримся. Теперь я делюсь, соответственно, своими знаниями о Японии не только через экран монитора, но и в личном общении, также параллельно показывая интересные места. Вожу, кстати, по своим уникальным маршрутам, по своим зачастую любимым местам, которые мало кто знает. Вот, поэтому обращайтесь. Избитая тема стареющего, убывающего населения японского. По оценкам экспертов, численность населения Японии сократится более чем на 30%, примерно до 87 миллионов человек к 2070 году. Просто сама идея, что население страны сократится на 30%, она уже пугающая. Но в случае Японии соотношение именно молодого поколения и старшего поколения постоянно изменяется в сторону уменьшения детей и увеличения количества стариков. На данный момент, на сегодняшний день, количество детей до 15 лет примерно 11% от общего населения страны. А количество людей, которым более 65, их более 30%. И ежегодно эта цифра увеличивается. То есть, мы понимаем, что когда население Японии достигнет 80-90 миллионов человек, сколько из них будет уже людей, которым будет больше 65, в том числе я, наверное, буду одним из них, если доживу, это уже, наверное, будет больше половины. То есть, это действительно будет пугающая уже цифра. Представляете, да, 80-90 миллионов человек, из них 50 миллионов – это люди, которым больше 65 лет, а детей там буквально 5%, например. Хотя, я не знаю, может быть, конечно, к тому времени вообще социум как-то изменится. Человек будет чувствовать себя молодым даже в 65, и в 70-80 лет. Технологии разовьются, да, медицина, гормоны роста. Но если на сегодняшней реалии это применять, то это, конечно, страшно. Кто, как говорится, да, будет экономику-то двигать. Соответственно, насколько сильно возрастут расходы на социальные программы, чтобы людям платить пенсии. Сейчас же пенсионный фонд активный, если люди деньги собирают, между прочим, пенсионный взнос в среднем 17 тысяч иен в месяц – это 12-10 тысяч рублей примерно ежемесячно. Ты отдаешь, чтобы тебе потом платили пенсию государственную, которая составляет, ну, примерно 100 тысяч может иен составлять. Российско-японская новость. Ну, это не российско-японские отношения, но, тем не менее, японская актриса Сето Кахо получила награду за лучшую женскую роль на 45-м Московском международном кинофестивале. Вот, 29-летняя актриса получила награду за роль в фильме «Хрупкие цветы в потоке дней», снятом 25-летним японским режиссером Цунемати Ютакай. Я посмотрел эту новость, зашел на аккаунты в социальных сетях как режиссера, так и актрисы. И удивительно, что они даже присутствовали на Московском кинофестивале, получали награду, там мы шли по красной дорожке и совершенно, как говорится, вне повестки. Это очень радует, что искусство, оно отделено от именно каких-то межгосударственных трений. Подобные новости, конечно, они как-то греют душу, внушают надежду, что культурные связи будут усиливаться и только наращиваться. Компания Nintendo планирует сохранить режим минимальной деятельности в России как минимум до конца 2025 года. Убыток компании оценивается в 233 миллиона рублей за последний год. При том, что в 2021 году прибыль была 106 миллионов, то есть практически на 300 миллионов просела Nintendo рублей из-за приостановления своей деятельности. Кто-то получает награды на кинофестивалях, кто-то теряет сотни миллионов рублей. Приближается саммит Большой Семерки, который пройдет в Хиросиме в этом месяце. Обсуждался вопрос усиления давления на Россию, опять же усиления санкций и полный запрет экспорта любого в Россию товаров. И здесь как раз была новость интересна тем, что обсуждался, предполагался также запрет на экспорт поддержанных автомобилей из Японии в Россию. И вот тоже это вызвало такие обсуждения, потому что это самая большая статья сейчас экспорта вообще из-за Японии в России больше всего денег зарабатывается на этом. Как мне кажется, Япония на это не пойдет. Для нее наверняка сделают снова исключение, потому что слишком уж много локального бизнеса как-то завязано на этом экспорте. То есть если в глобальном смысле, если брать всю экономику Японии, может быть это очень маленький процент. Но для каких-то локальных комьюнити, локальный бизнес, он может действительно сильно на этом быть завязан. Я не уверен, что японское правительство пойдет на такие меры. Хотя даже если пойдет, наверняка найдутся варианты, как гнать через какие-то еще соседние страны и так далее. Только авто, наверное, станут еще дороже. Я, кстати, сейчас тоже вознамерился продавать свою японскую машину. Как вы знаете, я ее брал за миллион йен примерно 4 года назад. Сейчас цена ее в среднем в Японии чуть понизилась. Ну, можно ее взять где-то за 700-600 тысяч в среднем. Но если ее продавать в Россию, в России такая машина, как у меня, Toyota Prius Alpha 2013 года, с пробегом в 129 тысяч, она стоит примерно миллион сто рублей. То есть в иенах это почти миллион восемьсот, что ли, миллион семьсот, то есть в два, два с половиной, а то и в три раза дороже, чем ее цена в Японии. И это из-за того, что для того, чтобы ее отправить в Россию, нужно платить высокие пошлины, высокие какие-то сборы и так далее, которые там примерно составляют 600-700 тысяч рублей. И при этом, несмотря на такие, казалось бы, ограничения, все равно экспорт растет. Люди в России покупают авто. Ребят, пишите в комментариях, если вы покупали автомобиль из Японии или вы планируете покупать. Я, кстати, рассматриваю такую возможность. Если вдруг кто-то хочет купить мою тачку, напишите тоже об этом в комментариях. Я, может быть, даже сделаю какой-то более подробный обзор ее, чтобы можно было посмотреть, что она из себя представляет, в каком она состоянии и так далее. И, может быть, договоримся, посмотрим. И дальше мы плавно перетекаем ко второй части видео, где я встретился с прекрасной Алиной Рин, и мы провели с ней замечательное время в вечернем Токио. Я украла телефон Сергея Куваева и завела его в подворотню. Да, на самом деле, я все это уже сто раз видел, но вот Алиночка мне говорит, что обязательно надо это заснять. Да, он говорит, я уже это снимал все много раз, я говорю, но им же интересно все, как в первый раз. Все эти места интересные на самом деле. Пивнушки, а у нас пятница, кинза. Ничего не слышно, мне кажется, что ты говоришь. Проходочки. Проходочки, да. Очень красиво. Смотрите, здесь курица. А здесь окинавский напиток. А здесь поют. Прикольно, да. Магазин окинавский. Магазин окинавский, да. Не магазин, а ресторан. Ресторан, но миссия, знаешь, да, уже с японским языком. Вот это что такое? Смотри, как это называется? Ойстерс? Ну да, ойстерс. А вот это зачем такие огромные тарелки? Наверное, так накладывают их. Много очень иностранцев. А все это дело происходит под мостом. Под мостом мы это все. Устроили вот эту вот барную историю. Блюда всякие, да. А там прям толпы народу внутри. Каней. Внутри прям туса джуса. Так, о, рыбы. Здесь крутятся рыбы. Серега, хватай, беги. Не, ну атмосферный, атмосферный, конечно. Да, очень атмосферный. И все это, я говорю, под мостом где-то. Да, да, да. Люди сидят, употребляют. И в принципе в Токио довольно много таких мест можно найти. То есть это не только на Гинзи. Много где можно такого найти. Еда на любой вкус. Да. Места, да, где социализация. Можно употреблять спиртные напитки. Знакомиться с людьми. И если ты там в принципе сядешь, как гайзин, даже как иностранец, то велика вероятность, что с тобой люди сами заговорят. Потому что как бы сама обстановка к этому располагает. Ну только что они с тобой заговорят. Они пару слов только знают. Ну просто скажут, откуда, как дела, кто приехал там. Кто-то и говорит по-английски. Вот так вот и поговоришь, когда ты сидишь под мостом. А у них часто под мостами какие-то раменные, какие-то кахешки? Места, да, специально. Тем более здесь это известное. Вон там целые рамы на авеню вообще. В принципе, уже закрыт, конечно. У меня здесь известное место. Мостовые пушки. Да. Пивнушки под мостом. Да, ребят, рекомендую. Приезжайте тоже. Только много не употребляйте спиртного, потому что это погодно влияет на вас. А если будете употреблять, заранее пейте укон. Да. Что такое укон? Это корень имбиря, что ли? Или что-то такое, да? Ну да, но это больше такая, мне кажется, прикол какой-то. Нет, не прикол, это работает. Это реально влияет. Это очень влияет. Наверное, да. Да, да, там именно имбирь и какая-то еще смесь. Я один раз в жизни все пил. Опять не слышно будет сейчас. И что? Кимаса коку? Кимаса. 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 Санкционный товар. Между прочим. Макали мне сказал, что ни один размер брюк не подошел. Мне сейчас пришла идея, что это из-за санкций. Только не слишком, но они короткие мне. А то кимаса не может быть. А ты кури пана и отстой, а не? А ты кури пана и отстой. А ты кури пана и отстой. Кимаса. 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 О, Найс, отлично. Видно мою коленку. Да, да, да. Да, про йогу. Я хотела на йогу записаться. Стала искать рядом со своим местом жилья место какое-то. И просто фотография какие-то адовые. Я сейчас даже найду тебе покажу на камеру. Сектанство. Это сектанство. Оно, кстати, обыгрывается и в некоторых фильмах тоже. Да, если кто не понял, история такая, что я не договорила. Что я стала смотреть разные студии. И половина из этих студий по йоге конкретно похожа на секты. Где люди сидят в кружках каких-то. Вот это вот делают. Я не знаю, что это такое. Какие-то странные абсолютно. Вот я не хотела бы дальше вот так вот с какой-нибудь японкой сидеть. Я думаю, они бы тоже не хотели бы со мной. Я бы хотел сидеть. Они вообще даже хорошо сидят. Вот это вообще что такое? Это какие-то карты Таро. Раскладывают. Я не знаю, как вот йога, да? Люди не просто хотят ходить на йогу ради здоровья там или все чего-то. Они хотят именно какого-то... Это вообще что за невеста? Они хотят... Что это? Они хотят событийности. Они хотят событийности, причастности. Ему прямо вот такие позы из йоги. Посмотри, вот как тебе такое? Не, ну это... А что это у нее? Как будто она рожать собирается. У нее там окачан вылезает, по-моему. Такое можно показывать-то вообще? Короче, я как посмотрела на это, такая думаю, блин, не хочу. Вот на такую йогу не хочу. Поэтому нашла какой-то наш абсолютно нейтральный спортзальчик. Почему вот более-менее старшее поколение тоже в Японии идет на йогу? Им нравится именно боди-тач. Им нравится, потому что, ну, как говорится, взаимодействие. А вот я не хочу, чтобы ты был тач. Обычный повседневный японец или японка, он очень мало получает тактильного контакта в жизни. Это правда. И знаешь, вот я вижу, я иду и вижу на улице человека, и я ему просто улыбаюсь. И я прям вижу, как у них лицо начинает контузить, они вроде тоже хотят улыбнуться, да? Ну, у них это настолько не принято, да? Им сложно прямо, им хочется улыбнуться внутри, иногда они улыбаются. А иногда у них прямо наше лицо вот так вот скручивает, ломается что-то внутри. Сбой в программе происходит. Типа, что произошло? Что случилось? Почему мне улыбаются? Ну да, так я тебе говорю, одно дело улыбка. Это одно дело. А вот я имею в виду про тактильность, про касание, именно прикосновение. Какие дела у японцев с психотерапией? Ну вот, мне кажется, психотерапевты вообще не популярны, это раз. И им такие какие-то услуги подобные оказывают только, когда они уже идут в дом престарелых, возможно. Мне кажется, их психотерапия – это бухло, если честно. Ну, психотерапия, она, я не знаю, здесь как-то не поставлено это на поток. Очень плохо, мне кажется, им очень нужно это, потому что у них куча проблем, связанных с менталкой именно. Вот именно серьезных проблем, которые надо проговаривать, решать, разблокировать их. Как там? Ну, это все очень плохо, я не понимаю, почему? Почему? Такое влияние Америки, а в Америке очень популяризирована вся психотерапия, казалось бы. Ну, там маркетинг по-другому работает, наверное. Может быть, здесь не принято свои секреты всем подряд рассказывать, я имею в виду доверять врачу. Ну, надо это ромать, слушай, людям же плохо от этого. Ну, мне кажется, плохо не из-за того, что они не ходят к психотерапевтам, а просто жизнь такая. Смотри, среднестатистический японец, как там, подожди, это по миру? По-моему, это по японии статистика, что японец в жизни обнимает не более семи человек. За всю жизнь, именно. Вот, поэтому очень... У меня, кстати, на Окинаве была знакомая девушка, она работала именно, ну, как, типа сиделка, и вот у них в их клинике практиковалась именно тактильность. Есть японское исследование, которое показывает, что если им тактильность регулярно практиковать, то они дольше, во-первых, живут, и у них качество жизни повышается. То есть не просто так вот сидит чувак там, ну, старичок, и ему там приносят еду или там его развлекают, а именно там массажи, потом за руку берут, его трогают там, вот так вот. То есть вот эта тактильность, казалось бы, да, сексуальность такая некоторая, это же часто обыгрывается во всяких фильмах для взрослых. А это, на самом деле, действующая практика, представляешь? Я слышал, что был какой-то недавний случай с японским профессором, который предложил ввести обязательную эвтаназию. Нет? После 80-ти или когда там? Что-то такое, да, принудительная эвтаназия. Тогда придется половину этих, как его правительство, сразу в отставку по жизни. Да, да, да. Там 80 лет только карьера начинает, обычно. Да, ужасно. Ну, как там у тебя стримы? Да, стримы замечательные. Стримлю здесь, у людей интерес огромный к Японии. Я удивляюсь, почему вы, Сергей Куваев, до сих пор не стримите и не ходите по улице. Точно так же, потому что интерес огромный у людей. Меня смотрит в 3-2 раза больше, чем обычно, когда я хожу по улицам. То есть последний раз у меня онлайн на трансляции в пике был 8 тысяч человек, смотрела одновременно. То есть я шла и на своей палочке-стабилизаторе тащила с собой 8 тысяч человек, которые смотрели вокруг. Вот просто мою прогулку обычную от Хинагавы до Харазюко. И людям очень интересно, вот даже, знаешь, там я не делаю ничего какого-то сверхъестественного. Я не показываю себя особо, да. Я просто иду по улице, снимаю дорогу, рассказываю что-то, какие-то мелкие детали. То есть это не какой-то шок-контент, не интервью, не еще что-то, да. Просто прогулка. И даже это им очень интересно. Трудно ехать в Японию, потому что нет прямых рейсов, допустим. Есть прямые рейсы, очень дорогие. А, да? Трудь или там, не знаю, букинг отели какие-то, которые супер дорогие. То есть вот у меня сейчас квартира, я снимаю ее на 70 плюс дней. И я плачу за все за это 4 тысячи долларов за 75 дней, условно говоря. Квартира на самом деле малютка, прям массенькая квартирка, там дом на 2 этажа, на первом этаже. То есть это супер маленькая квартира. И стоит вот таких вот огромных денег. Так раньше ты стримила, когда приезжала в прошлые разы? Конечно. И не было такого онлайна? Такого не было. Но я сейчас популяризировалась еще благодаря шортам на ютубе. Я свои мудрости озвучиваю. Так они тебя смотрят или Японию смотрят тогда? Они слушают меня и смотрят Японию. А ты что-то там такое рассказываешь им? Конечно, я такая мудрая женщина. Все хотят прислушаться ко мне вообще, ко всему вообще. Я философ ютуба. Да, да, да. Можно вообще любое практически ответ на вопрос уже найти в моих шортах. Как завязывать галстук про месячные девушек. Я кстати видел, да. А ты сама там это режешь, эти шорты? Да, я сама и зрители тоже присылают мне. А, то есть они что-то там интересное запоминают? Да, да, да. Присылают или выкладываешь. А, ну еще хорошая идея, кстати. Иногда просто снимаю что-то из Японии. То есть тут, например, вот эта вот вода появилась за 150 йен подогретая. Я тоже просто зашла, сняла такая. А, теплая вода. Теплая вода, да, подогретая. Ну уже не сезон, наверное. Есть еще? Нет, она есть в теплом корнере вместе с шиями, с кофе и так далее. При том, что на входе стоит вот этот вот, как он называется, термос большой. А, там можно халяву налить. Можно и на халяву налить, в принципе, если ты наглый, да. Но покупать воду подогретую. Хотя нашлись, знаешь, те кто в комментариях, кто сказали, что да, там мне хорошо, у меня хронический танзелит, например. Я не могу пить холодную воду, поэтому вот горячее было бы здорово. Но там есть комнатная температура, как правило, стоит, да? Ну да, да. Ну и как тебе самой-то больше стрима нравится? Ходить по городу или сидеть в игры играть? А тут знаешь, тут перестраиваешься. То есть, когда ты долго ходишь по городу, стримишься, тебе нравится больше по городу. Приходишь домой, садишься за комп, хочешь поиграть и прям вот все не нравится, все не так, все не то, да. И хочется пойти гулять, наверное. Но потом вот привыкаешь и уже нравится больше сидеть так вот дома. То есть, тут именно привыкнуть надо. Но все люди разные, у меня вот так вот. И мне здесь, конечно, тоже сложно стримить дома, потому что стены тонкие, разница с Москвой большая. Либо начинать меня днем и никуда не ходить по улице, а мне хочется все-таки гулять, когда я в Японии нахожусь, да. Либо вечером запускать и разговаривать шепотом, и не покричишь, и не посмеешься, и вообще ничего. И ты сидишь такой весь скованный, да. Потому что там, ну, вдруг соседей услышат, но неприятно будет, да. Потому что здесь как бы не принято, ну и в принципе нигде не принято шуметь ночью. А здесь такие стены тонкие, что приходится в десять раз тише говорить, чем обычно. Да ладно, девочка. Какая девочка? Да девочка, ты что? Нет, это не мальчик. Нет, это девочка. В общем, кто как хочет. Это девочка с короткой стрижкой. Тем более сейчас популярно, смотри, ты говоришь, фризик проходила, вот смотри. Это же типичная какая-то. Это мальчик. Так вот, я эти брюки мерила. Потому что женские брюки, мне все короткие. И если я хочу себе длинные брюки, мне надо заказывать их на сайте. И я стала мужские мерить. Мужские, те, которые у меня нормально по длине, у меня слишком широкие в талии и в бедрах. Очень красиво. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, такой формат был для вас интересен. Обязательно пишите ваше мнение в комментариях. А мы с вами увидимся, я надеюсь, на следующей неделе. С вами был Сергей Куваев из Токио. До скорых встреч.